Россия не согласна Военная тема нередко становится предметом беззастенчивых спекуляций В ход идут искажения и тенденциозное толкование фактов Различного рода инсинуации и откровенная ложь и провокация Грубо нарушается базовый принцип историзма Требующий оценки событий каждой эпохи С учетом конкретных условий и логики того времени На этой почве разжигается вражда между странами и народами Возрождаются политические призраки фашизма, реваншизма и махрового национализма В президиуме Российской Академии Наук отечественные ученые, историки, архивисты В режиме видеосвязи в конференции принимают участие их западные коллеги В своей речи 8 мая этого года федеральный президент Германии Еще раз напомню, что союзники на Востоке и Западе Совместные усилия и ценой огромных всех освободили в том числе и Германию От разрушительного посольства нацистской диктатуры И что поражение превратилось таким образом в шанс на новом начале Еще Сталин опасался, что победу Советского Союза попытаются отнять, напомнил ректор МГИМО Анатолий Таркунов А также процитировал документ, который демонстрирует, чего опасалось американское командование В случае, если бы Красная Армия потерпела поражение Падение России, говорилось в этом документе, станет катастрофой, которая поставит США в отчаянное положение Континентальная Европа будет полностью и надолго потеряна для союзников Взяв под контроль основные природные экономические ресурсы Советского Союза Германия с ее союзниками окажется непобедимой прием в военном противоборстве В лучшем случае удастся удержать Британские острова Но и там ожидалось резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны Падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией Перспективы казались настолько мрачными, что в документе рассматривался даже вариант сепаратного мира с Германией Или с обеими ведущими странами ОСИ Этот вариант, правда, был отвергнут как щиватой полной изоляции США в мире Попыткам фальсификации может быть противопоставлена лишь доказательная научная база Отметил президент Российской Академии Наук Александр Сергеев И предложил создать новый обобщающий академический труд по истории Великой Отечественной войны С анализом проблемных аспектов военной истории Событий, имеющие спорную трактовку военных успехов Красной Армии и неудачных операций Подробности которых долгие годы замалчиваются Это включает, как мы сейчас знаем, и кровопролитную ржевскую титул С которой лишь недавно был снят опять молчан Директор Института Российской Истории Юрий Петров в свою очередь Предложил вернуться к обсуждению идеи, высказанной еще в советское время Создать Институт Великой Отечественной войны Он также напомнил, что в годы войны работала созданная Академия комиссия По фиксации событий военных лет Я тоже поддерживаю предложение Юрия Александровича Петрова Относительно большего ей научного и организационного какого-то внимания К проблемам истории Великой Отечественной войны Я вам должен сказать, Юрий Александрович, что я ведь хорошо знал Минцы И хорошо знал эту комиссию, в которой он собирал эти данные Я помню, как он рассказывал, как они же приглашали военачальников, генералов, простых людей На эту комиссию, которая была создана Они работали тогда в центре Москвы Поэтому я думаю, что воссоздание всего этого достаточно интересная вещь Особую роль в истории Великой Отечественной войны сыграли разведчики Во время конференции состоялась церемония гашения почтовых марок Посвященных столетию службы внешней разведки России Несмотря на все трудности конца 30-х годов Разведка сумела в самые сжатые сроки Мобилизовать свои силы и ресурсы Внести весомый вклад в разгром Третьего Рейха и его сателлитов Кроме того, разведчики сыграли и заметную роль В формировании послевоенного мироустройства От системы международной безопасности До военно-стратегического паритета С некоторыми аспектами работы разведчиков Накануне, во время и после войны, отметил Сергей Нарышкин Сегодня могут ознакомиться как историки, так и все желающие Благодаря рассекреченным документам Кроме того, на конференции представили уникальное издание В котором собрано свидетельство непосредственных участников Обороны Крыма и Севастополя Книгу, рассказывающую о событиях освобождения Крыма И хотелось бы, чтобы ее прочитали все, кто еще сомневается в том, что Крым наш Служба информации Фонда История Отечества